Техническое описание кода неисправности OBD2 Отсутствует прерывистая цепь датчика чувствительности нагревателя датчика 2, что это значит? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2 Марки автомобилей могут включать, но не ограничиваются ими Mercedes-Benz, Sprinter, VW, Audi, Ford, Dodge, Ram, Jeep и так далее Датчики NOX, оксиды азота, в основном используются для систем выбросов в дизельных двигателях Их основное назначение – обнаружение уровней NOX, выходящих из выхлопных газов после сжигания в камеры сгорания Затем система перерабатывает их, используя разные методы, учитывая суровую среду этих датчиков Они состоят из комбинации керамики и определенного типа диоксида циркония Одним из недостатков выброса NOX в атмосферу является то, что он может иногда вызывать смок и, или кислотный дождь Неспособность в достаточной степени контролировать и регулировать уровни NOX приведет к значительному воздействию на атмосферу вокруг нас и воздух, которым мы дышим ESM, модуль управления двигателем, постоянно контролирует датчики NOX, чтобы обеспечить приемлемые уровни выбросов в выхлопных газах вашего автомобиля Модуль управления двигателем ESM способен рассчитывать оксиды азота и диоксид азота NOX, используя данные, полученные от входных и выходных кислородных датчиков автомобиля в сочетании с показаниями датчиков NOX ESM делает это, чтобы регулировать уровень NOX, выходящий из вашей выхлопной трубы по причинам выбросов в окружающую среду Банк 2, упомянутый в кодах неисправностей, является банком двигателя, который не содержит цилиндр номер 1, P2225 Это код, описанный как прерывистая группа 2 датчика цепи нагревателя датчика NOX, что означает, что контроллер ESUD обнаружил несоответствие в общей производительности чувствительной цепи нагревателя датчика NOX Дизельные двигатели особенно выделяют значительное количество тепла, поэтому обязательно дайте системе остыть, прежде чем работать с любыми компонентами выхлопной системы Пример датчика NOX, в данном случае для автомобилей GM, какова серьезность этого кода неисправности? Если коды неисправности игнорируются и что не было предпринято никаких действий по ремонту, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора Если симптомы и причины этих кодов неисправности оставить без присмотра, это может привести к дальнейшим осложнениям для вашего автомобиля, таким как постоянное торможение и снижение расхода топлива Если вы заметили какой-либо из возможных симптомов в списке ниже, настоятельно рекомендуется проверить его у специалиста, каковы некоторые из симптомов кода Симптомы диагностического кода P2225 могут включать, прерывистый останов, двигатель не запускается, когда тепло Снижение производительности двигателя при ускорении может быть шипение или колебание, двигатель может работать на бедной или богатой стороне только на берегу Номер 2, каковы некоторые из распространенных причин кода Причинами этого кода датчика P2225 NOX могут быть, каталитический нейтрализатор неисправен, неправильная топливная смесь, датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен Датчик давления воздуха в коллекторе неисправен, есть проблемы с датчиком массового притока воздуха, часть впрыска топлива неисправна, регулятор давления топлива сломан Были осечки зажигания, имеются утечки из выпускного коллектора, гибкого шланга, сливной трубы или какого-либо другого компонента выхлопа, сломанные датчики кислорода, каковы некоторые шаги диагностики и устранения неполадок P2225 Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование технических бюллетеней TSB на предмет известных проблем с конкретным транспортным средством Расширенные диагностические этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и могут потребовать соответствующего современного оборудования и знаний для точной работы Ниже приведены основные этапы, но обратитесь к руководству по ремонту для конкретного года, марки, модели, трансмиссии для конкретных этапов для вашего автомобиля Базовый шаг номер Одним первым шагом всегда должно быть очистить коды и повторно сканировать автомобиль, если ни один из кодов неисправности, диагностический код неисправности, не появляется сразу же как активный Возьмите автомобиль на длительный многоэтапный тест-драйв, чтобы проверить, не появятся ли они снова, если ESM, модуль управления двигателем, повторно активирует только один из кодов Продолжите диагностику для этого конкретного Базовый шаг номер два Далее следует проверить выхлоп на наличие утечек, черная сажа вокруг трещины, или прокладок системы является хорошим признаком утечки Это должно быть решено соответствующим образом, в большинстве случаев заменить прокладку выхлопного газа достаточно просто Полностью герметичный выхлоп является неотъемлемой частью датчиков, используемых в вашей выхлопной системе Основной шаг номер три С помощью инфракрасного температурного пистолета вы можете контролировать температуру выхлопных газов, да и после каталитического нейтрализатора Затем вам нужно будет сравнить результаты со спецификациями производителя, поэтому обратитесь к конкретному руководству по обслуживанию Для этого, базовый шаг номер четыре Если температура каталитического нейтрализатора соответствует техническим характеристикам, обратите внимание на электрическую систему, связанную с этими датчиками Начните с блока два жгута проводов и разъема датчика NOX Часто эти жгуты имеют тенденцию трескаться и выходить из строя из-за непосредственной близости к экстремальным температурам выхлопных газовремонт любых поврежденных проводов путем пайки соединений и их термоусадки Также проверьте датчики кислорода, включенные в блок 2, чтобы убедиться, что они не повреждены, что потенциально может изменить показания NOX ниже по потоку Отремонтируйте любой разъем, не выполняя достаточных соединений или не блокируя должным образом Эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и технические данные и сервисные бюллетени для вашего конкретного автомобиля всегда должны иметь приоритет Продолжение следует...